Здравствуйте, дорогие учащиеся! Тема нашего урока – первообразная и интеграл. Применение интеграла при решении задач. Сегодня на уроке мы повторим некоторые формулы правила нахождения первообразных. Применим формулу Ньютона-Лейбница для решения задач. Вспомним правила нахождения первообразных функций. В заданной таблице мы видим, что в первой строке у нас указаны функции, а во второй их первообразные. Так, первообразные для функции, где k постоянное, будет kx плюс c. Первообразные для функции степенной x в степени n будет x в степени n плюс 1, деленное на n плюс 1, плюс c. Первообразные для функции единица, деленная на x, будет натуральный логарифм по модулю x плюс c. Первообразной для тригонометрической функции cosx будет sinx плюс c. Первообразной для тригонометрической функции sinx будет минус cosx плюс c. Первообразной для функции единица, деленная на cos2x, будет tanx плюс c. Первообразной для функции единица, деленная на sin2x, будет минус cosx плюс c. Первообразной для функции единица, деленная на корень квадратный из x, будет 2 корней из x плюс c. Первообразной для функции а в степени x будет а в степени x, деленная на натуральный логарифм а плюс c. Первообразной для функции e в степени х будет функция e в степени х плюс c. Вспомним формулу нахождения неопределенного интеграла. Неопределенный интеграл f от х по dx будет равен первообразной функции f от х плюс c. Вспомним формулу Ньютона-Лейбница. Интеграл от а до b функции f от х по dx равен разности первообразных функций f от b и f от а. Формула вычисления площади криволинейной трапеции. s равно разности первообразных функций f от b и f от а. Проверим себя. Какая функция является первообразной для функции f от х равного 2 sin x минус cos x? Варианты ответов. А. Первообразная будет равна cos x минус 2 sin x. Вариант В. Первообразной функцией для заданной будет функция 2 cos x минус sin x. Вариант В. Первообразной функцией для заданной будет следующее. минус 2 cos x минус sin x. Вариант В. Первообразной функцией для заданной функции будет минус 2 cos x минус sin x. В. Первообразной функцией для заданной будет функция минус 2 cos x минус sin x. В следующем задании укажите неверную формулу для нахождения первообразных. Вариант А. Функция f от х равна cos x. Тогда первообразная для этой функции будет равна sin x плюс c. Вариант В. Задана функция f от х равна 1 деленному на k x плюс b. Тогда первообразная для этой функции будет равна натуральному логарифму x плюс c. Вариант В. Функция f от х равна 1 деленной на x, где x больше нуля. Тогда первообразная для заданной функции будет равна натуральному логарифму x плюс c. И вариант Г. Функция f от х равна x в степени n. Тогда первообразная для степенной функции будет равна x в степени n плюс 1 деленной на n плюс 1 плюс c. Правильный ответ. Вариант В. В. Функция f от х равна 1 деленной на k x плюс b, а первообразная для заданной функции равна натуральному логарифму x плюс c. Данный вариант является неверным. В следующем задании. Для какой функции первообразной является функция f от х равна 2х в третьей степени плюс 6х в квадрате плюс х минус 9. Варианты ответов. А. Функция f от х равна 1 четвертой х в четвертой степени плюс 2х в третьей степени плюс х во второй степени минус 9х. Вариант В. f от х равно 2х в четвертой степени плюс 6х в третьей степени плюс х во второй степени минус 9х. Вариант В. f от х равно 6х во второй степени плюс 12х плюс 1. 1. И вариант Г. f от х равно х в четвертой степени деленное на 2 плюс 2х в третьей степени плюс 1 вторая х в квадрате минус 9х. Правильный ответ. Вариант В. первообразной f от х равна 2х в третьей степени плюс 6х в квадрате плюс х минус 9 является для функции f от х равно 6х во второй степени плюс 12х плюс 1. Четвертое задание. Производная какой из функций равна уравнению у равен 4х минус 3х в квадрате. Варианты ответов. первообразная равна 2х в третьей степени минус 2х во второй степени плюс c. Вариант В. первообразная равна 2х в квадрате минус 1 третьей х в третьей степени плюс c. Вариант В. первообразная равна 2х во второй степени минус х в третьей степени плюс c. И вариант Г. Первообразная равна 4х в квадрате минус х в четвертой степени плюс c. Правильный ответ – вариант В. Первообразная для заданной функции будет функция 2х в квадрате минус х в третьей степени плюс c. В этом задании вам необходимо найти первообразные для функции. Функция первая f от х равна 2х плюс х в третьей степени. Для нахождения первообразной для заданной функции будем использовать формулу нахождения первообразной степенной функции. Запишем ее. Так, подставив формулу, функцию заданную нам, получим следующее. Первообразная для заданной функции будет равна 2 умножить на х во второй степени деленное на 2 плюс х в четвертой степени деленное на 4. Сократим 2 и 2, останется х в квадрате плюс х в четвертой степени деленное на 4 плюс c. Вторая функция f от х равно 4х в третьей степени минус х во второй степени плюс 2 косинус х. Для нахождения первообразной для этой функции будем использовать формулу нахождения первообразной тригонометрической функции косинус х. Так, первообразной для заданной функции будет следующее. 4 умножить на х в четвертой степени деленное на 4 минус х в третьей степени деленное на 3 плюс 2 синус х плюс c. Тогда, сократив 4 и 4, получим первообразную функцию для заданной функции равную х в четвертой степени минус х в третьей степени деленное на 3 плюс 2 синус х плюс c. Функция третья. f от х равно 4х в пятой степени плюс 2х плюс е в степени х. Для нахождения первообразной для заданной функции будем использовать формулу нахождения первообразной для функции е в степени х. Подставив, получим следующее. Первообразная для заданной функции будет равна 4 умножить на х в шестой степени деленную на 6 плюс 2 умножить на х во второй степени деленную на 2 плюс е в степени х плюс c. Сократив и преобразовав данную первообразную функцию, получим следующее. 2х в шестой степени деленную на 3 плюс х в квадрате плюс е в степени х плюс c. Четвертая функция f от х равно 3 умноженное на е в степени х минус синус 4х плюс 2. Для нахождения первообразной для заданной функции будем использовать формулу нахождения первообразной тригонометрической функции синус х. Тогда первообразной для заданной функции будет следующее. 3 умноженное на е в степени х минус 1 четвертая умноженная на минус косинус 4х плюс 2 плюс с. Первообразная для функции синус х будет минус косинус х. Так как функция синус 4х плюс 2 является сложной, мы умножаем на коэффициент обратный, стоящий перед х. Тогда, сократив и раскрыв скобки, получим следующее. Первообразная для заданной функции равна 3 умноженное на е в степени х плюс 1 четвертая косинус 4х плюс 2 плюс с. В этом задании вам необходимо вычислить площадь фигуры, ограниченной графиками у равен х в квадрате плюс 3х и у. Для решения будем использовать функцию у равен х в квадрате плюс 3х. Это квадратичная функция. Графиком этой функции является парабола, ветви которой направлены вверх, а координаты вершины этой параболы равны минус 1,1 и минус 2,1. Построим заданную параболу на координатной плоскости, ограничим осью Ох, то есть осью абцисс, и выделили фиолетовым цветом ту часть фигуры, площадь которой мы будем находить. Так, мы видим, что парабола ограничена в функции у равной нулю, а сама парабола – это есть график функции для у равного х в квадрате плюс 3х. Так как криволинейная трапеция находится ниже оси абцисс, для нахождения ее площади будем использовать следующую формулу. Площадь фигуры равна минус интеграл от а до b функции f от х по dx равно минус первообразное f от х в пределах интегрирования от а до b равно разности первообразных f от а и f от b. Графики функции у равное х в квадрате плюс 3х и у равное нулю пересекаются в двух точках. Эти точки будут являться нулями в функции, то есть пределами интегрирования. Так, первый предел интегрирования будет равен минус 3, а второй предел будет равен нулю. Тогда, подставив данные пределы и функцию в исходную формулу, получим следующее. Площадь фигуры равна минус интеграл от минус 3 до нуля х в квадрате плюс 3х по dx равно… Равно найдем первообразные для этой функции. Первообразная для заданной функции будет равна минус х в третьей степени деленное на 3 плюс 3х в квадрате деленное на 2 в пределах интегрирования от минус 3 до нуля. Тогда, подставив верхние и нижние пределы в первообразной функции, получим следующее. Площадь фигуры равна минус 0, то есть подставили верхний предел в первообразную функции. 0 в третьей степени деленное на 3 плюс 0, 3 умноженное на 0 в квадрате деленное на 2 дает нам 0. Записываем 0. Минус, открываем скобку, минус 27 третьих, то есть подставили минус 3 вместо х в третьей степени дает нам 27, деленное на 3 плюс 3 умноженное на минус 3 в квадрате деленное на 2. Вычислив и преобразовав данное выражение, получим следующее. Площадь заданной фигуры криволинейной трапеции будет равна 4,5 квадратным единицам. Запишем ответ. Площадь криволинейной трапеции равна 4,5 квадратным единицам. Сегодня на уроке мы повторили некоторые формулы правила нахождения первообразных. Мы применили формулу Ньютона-Лейбница для решения задач. Надеюсь, полученная информация была для вас полезной. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова